В Бендерах за три дня, пятницу, субботу и воскресенье, выпало на треть больше осадков, чем в Тирасполе. Особенно много воды было в городе. В пятницу центр затопило. Почему так вышло и как город пережил сегодняшний ливень? Сюжет Марии Китаевой. Перекрёсток улиц Гагарина и Советская. Сегодня ливнёвки успевали принимать потоки, что бегут со всех сторон. Дождь то льёт, то прекращается. При таком раскладе, говорят специалисты, ливнёвка работает спокойно. А вот что было здесь в пятницу. Лужи по колено. Собаки плывут, машины теряют номера. Тогда ливень шёл около часа, не переставая. Вода в ливнёвку не уходила, а наоборот, выходила из неё. Здесь самая низкая точка центра Бендер. Если вначале вода затекает сразу, в верхней точке попадает в ливнёвку, то эта вода уже течёт по коллектору. Соответственно, по всей ветке вода заходит в ливнеприёмники. Заходит там уже существующая вода. То есть, чем ниже по уровню идём, тем больше уже воды в самом коллекторе, и тем меньше воды всасывается в ливнеприёмники. Сегодня во время совещания с президентом глава Бендер озвучил данные. В пятницу в городе выпало 86 миллиметров осадков. В два раза больше, чем в этот же день в Тирасполе. Президент же обратил внимание на то, что раньше и Тираспольские дороги заливало. На Бородинке и на въезде в город со стороны Бендер сейчас этой проблемы нет. Пришли к выводу необходимости чистки этих канализационных коллекторов. И, по большому счёту, как сейчас уже показывает практика и результат, налицо о том, что даже при обильном выпадении осадков, по большому счёту, Бородинка сухая. Ну, там лужи, понятно, как и везде. Въезд в город Тирасполь сухой. А в каком состоянии ливнёвки Бендера, главный инженер коммуналдорсервиса, говорит, нужна ревизия. Надо провести ревизию коллектора, посмотреть, какой остаточный его диаметр. Номинально в этом месте города диаметр трубы 500 миллиметров. Но после зимы она, скорее всего, забилась, говорят специалисты. В ливнёвку попадает грязь и песок, которым посыпали дороги зимой. Какой реальный диаметр для свободного прохода воды, без ревизии не понять. Ясно одно – трубу надо прочищать. Специальная машина есть в Тирасполе. Мария Китаева, Михаил Белый, ТСВ.